Ну что, пришло время доставать купальники, а вы увидели апельсиновую корку на бёдрах? Ничего страшного, сегодня разберёмся, как избавиться от целлюлита и при чём тут отёки. Всем привет! Меня зовут Левина Алина, я генетик-бинформатик компании MyGenetics, и давайте разбираться. Напоминаю, что нам очень приятно, когда вы ставите лайки, поэтому, если вам несложно, можете нажать на большой палец вверх. Если вам не понравится видео, вы всегда можете забрать свой лайк обратно. Целлюлит – это неровности, бадины, бугорки, ямки на коже. Кстати, целлюлит может быть не только на бёдрах, но также и на животе, и на плечах, и на руках. И с точки зрения медицины целлюлит – это нормально, он есть практически у всех, это просто строение кожи. Но, конечно, чаще всего этой проблемой страдают женщины. Целлюлит есть у 85% женщин и лишь у 10% мужчин. Да, хоть в чём-то мужчинам повезло. У женщин немного иная соединительная ткань, она чуть послабее, скажем так. Плюс у нас больше слой жировой клетчатки. И зачем нас природа таким наградила? Всё потому, что нам опять девочки рожать. Нам надо расходиться в бёдрах, набирать вес, чтобы живот мог спокойно вырасти. Поэтому тело способно легко растягиваться и сжиматься. Но минус единственный этого процесса – то, что у нас часто появляется целлюлит. То есть целлюлит – это отложение жировой ткани, которое окружено соединительной тканью. И вот эта соединительная ткань, коллагеновые волокна, они из-за какой-то причины своей разрушились, либо стали менее эластичными. И поэтому как раз-таки у нас всё вот так просаживается и получаются вот эти ям. Плюс сильное влияние на целлюлит оказывают отёки. Тут не влияние, а скорее, если мы отекли, то целлюлит становится более виден. Как только отёк спадает, то и целлюлит, собственно, меньше виден. Для того, чтобы понять, что делать с целлюлитом, как от него избавиться, мы должны найти причину, а что, собственно, не так пошло в нашем организме. Первая причина – это возраст. Да, с возрастом у нас разрушаются коллагеновые волокна, да и кожа хуже начинает восстанавливаться. Поэтому целлюлит становится заметнее. Вторая причина – это гормон. Чаще всего виной целлюлита наш эстроген. Во-первых, он способствует накоплению жировой ткани. А чем больше жировой ткани, тем заметнее наши бугристости и ямки. И второе – эстроген повышает проницаемость сосудов, что может привести к отёку. А как я уже говорила, если мы отекли, то и целлюлит становится заметнее. Также виноват может быть дефицит прогестерона и гиперэстрогения, избыток эстрогена, из-за чего у нас идёт нарушение обмена веществ, недополучают клетки достаточно питания и опять же становится более заметен целлюлит. Третья причина – это генетика. Да, есть ген, который напрямую связан с целлюлитом. Вот он – HIF1A. И помимо целлюлита этот ген также связан и с варикозным расширением вен. То есть при мутации у нас риск повышается. Кстати, интересный факт – у азиаток целлюлит встречается крайне редко. А вот у европеоидной расы он очень сильно распространён. Ну, если вы хотите понять, будет у вас целлюлит с возрастом или нет, то просто посмотрите на свою маму. Если у неё он есть, то, к сожалению, досмотрите до конца и запишите уже, какие нужно начать процедуры проходить. Причина четвёртая – избыточная масса тела. Есть миф, миф, что целлюлит есть только у людей с лишним весом. Но это вообще не так. Просто при наборе лишнего веса он даст нам всё более заметен. Но на самом деле даже у худых женщин он может быть вполне спокойно. Наш типичный целлюлит на бёдрах. Очень хочется вам донести, что ничего страшного в целлюлите нет. Это не заболевание, это не что-то страшное. Ну, просто это вот такая особенность кожи. Если вам сильно не нравится, то мы, конечно, сейчас расскажем, что с этим делать. Но если вас просто пугает это с точки зрения, а вдруг это что-то опасное, то нет, ничего страшного. Пятая причина – это отёки. Многие люди думают, что если они отекли, то они там поедут что-то солёненькое или выпили слишком много воды. Насчёт солёненького они правы, а вот с водой точно ошибаются. Потому что у большинства людей отёки есть именно когда они обезвожены. То есть организм пытается запастить всю жидку, ничего не отдавать. Ну и поэтому, собственно, у нас вот опять становится, например, целлюлит заметнее. Или есть вмятина на коже. Кстати, вот лайфхак, как проверить, если у вас отёк, можете взять свою кожу и её вот так ущипнуть. Если она быстро разошлась, то всё замечательно. Если же у вас долго этот защип остаётся на коже, то надо посмотреть, что у вас с лимфой, почему она нормально не отходит. Или можете посмотреть, есть ли следы от носков, от колготок, часов и так далее. Опять же, если следы есть, то пора задуматься. Кстати, если вам интересно подробнее узнать про отёки, то посмотрите вот это видео. Где оно у нас? Если вам интересно больше узнать про отёки, посмотрите вот это видео. К нам приходил шикарный массажист. Она рассказала очень много интересных вещей. Причина шестая. Вредные привычки. Наше курение, как минимум, сужает сосуды, из-за чего от колени не дополучают питательных веществ. И опять же, начинаются проблемы, всё это сказывается на внешнем виде. Плюс, помимо целлюлита, от курения у нас ещё страдает кожа в целом, у вас раньше появятся морщины, и цвет лица будет, назовём это тусклым, но мы с вами поняли, что имеем в виду. Причина седьмая. Проблема в работе щитовидной железы. Возможно, у вас есть гормональные нарушения, из-за которого, опять же, есть нарушения с обменом веществ, лишнее накопление жира плюс обезвоживание. Поэтому лучше сходить ещё к эндокринологу и проверить, что у вас там с щитовидкой. И причина восьмая. Это отсутствие спорта в вашей жизни. В целом, ношение очень другой одежды или постоянное сидение на одном месте без спорта делает целлюб более заметным. Поэтому, если вы хотите исключить эту причину, то надо просто больше двигаться и посмотреть, как ваша кожа на это среагирует. Если вы поняли, что причина не в обезвоживании или гормонах, то здесь мы уже переходим к активным действиям. Как избавиться от целлюлита? Никак. Так бы это грустно не звучало, целлюлит с вами навсегда. Мы не можем сделать какую-то процедуру, даже курс процедур, чтобы насовсем его убрать. Нет. Он всегда будет возвращаться. Но зато с помощью процедур мы можем добиться временного эффекта. То есть, если вам нужно вот прямо сейчас убрать эти ямки, то есть вполне действенные способы. Во-первых, обертывание. Обертывание есть с добавками. Есть, например, горячее обертывание по типу перца или корицы. Есть холодное, например, с мятой. И то, и то будет тонизировать кожу, улучшать циркуляцию крови и лимфы. Поэтому, в целом, целлюлит от нас уйдет. Помимо тонизирующих, есть также питающие обертывания, например, с ламинарией или с кофе, что же помогает нам избавиться от ненавистных ямочек. Однако, очень важно перед процедурой проконсультироваться со специалистом, потому что вот такие обертывания с добавками могут быть противопоказаны людям с заболеваниями сердца, с варикозным расширением вен и при диабете. Не забываем про массажи. Это первое, что вообще должно прийти вам в голову, когда нужно поработать именно с качеством кожи. Потому что массажи у нас, опять же, улучшают тонус, помогают нам выровнять рельеф, ну и в целом подобрать наше тело, немножечко сделать его более упругим. Массажи также есть специальными кремами. Те, которые направлены на тонус, есть те, которые направлены на увлажнение. Здесь разрешать нужно именно вам, чего вам больше нравится. Конечно, явного эффекта от одного похода к массажисту вы не ждите. Но вот полноценный курс антицеллюлитного массажа может дать вам очень крутые результаты. Помимо массажа типичного, когда мы идем к профессионалу, мы также можем делать массажи самостоятельно. Например, массажи сухой щеткой. Можем массировать себя самостоятельно. Можем также сходить на всякие аппаратные истории, типа вакуум массажа или вибровоздействия. Однако, не могу упомянуть про генетику. Есть у некоторых людей риски повышенной растяжек. То есть, при жестком воздействии на кожу появляются растяжки. Поэтому в идеале, конечно, провериться по генетике. Можно вам делать такое или нет. Если же по генетике все хорошо, то без проблем. Выбирайте любую студию, желательно проверенную, и вперед на борьбу с саллюлитом. Еще один научно доказанный вариант. Это логические добавки с коллагеном. Есть исследование, которое показало, что женщины, которые пили добавки с коллагеном, улучшили свои показатели кожи. Простым языком у них пропал саллюлит, стал менее заметным. Поэтому, если вы хотите проработать свой саллюлит именно на будущее, дать себе задел, чтобы у вас в старости ничего не было ни с суставами, ни с саллюлитом, ни с кожей, и выглядеть более молодо, то добавки с коллагеном вам подходят. Кстати, вот видео про добавки с коллагеном. Можете тоже посмотреть, вспомнить вообще, как их выбирать, кому они точно нужны. Конечно же, не забываем про питьевой режим. Мы уже с вами поняли, как важно быть необезвоженными. Поэтому следите за своими желаниями. Когда вы хотите пить, пейте желательно воду. Либо, если вам не нравится просто вода, попробуйте газированную. Не сладкую, просто обычная вода. Газированная. Есть такой вариант. Либо же воду с добавками делайте сами. Лимончик туда, мяты. Что касается косметических средств. Если вы зайдете в любой магазин, то увидите там точно баночку крема от целлюлита. Но вот работает он или нет, хороший вопрос. Я бы сказала, что нет. Потому что ни один крем не доходит до именно подкожно-жировой клетчатки. Но такой крем, вообще любой, не только с надписью, целлюлитный, поможет вам увлажнить кожу. А увлажнение кожи тоже скажется на внешнем виде. То есть, прям убрать целлюлит он не уберет. Но так сделать более увлажненный, ну это да. Если все-таки хотите использовать какие-то косметические средства, то выбирайте крема с охлаждающим, либо согревающим эффектом. Они действуют как лимфодренаж. Помогают нам, опять же, разогнать, собственно, лимфу. Ну и минимально воздействуют на целлюлит. В целом, от косметики, от кремов, не ожидайте суперэффекта. Это, скорее, дополнительная помощь. Без правильного питания и спорта ни один крем не сработает. Здесь нужно использовать комплексный подход. Помимо крема от целлюлита, вы также на полках увидите скрабы. Опять же, до подкожно-жировой клетчатки ничего из этого не дойдет. Но с помощью скраба вы можете убрать омертвевшие клеточки и просто, опять же, улучшить кровообращение. Это такой, получается, массаж. Но только, пожалуйста, не переборщите. Скрабы вот именно с механическими частичками, абразивные скрабы, они очень травмируют кожу. Поэтому для лица мы их вообще никогда не используем. А для кожи используем крайне редко. И лучше все-таки взять, например, кислотные пилинги. Они вам помогут больше и не так травмирующим. А на этом у нас все. Если у вас есть еще вопросы про красоту и что-то бьюти, то пишите их в комментариях. Мы постараемся снять еще одно видео с разбором вашего вопроса. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok